В доме русского зарубежья открылась выставка Мстислава Добужинского, блестящего графика, рисовальщика и театрального художника, известного во всем мире. Название «Странник» выбрано для экспозиции не случайно. Большую часть своей творческой жизни мастер провел в разъездах, а после 1924 года в эмиграции. Родился будущий художник в Новгороде. В годы учебы ему довелось жить в Петербурге, Кишиневе и Вильнюсе. После – работать в Париже, Лондоне и Америке. Интересные предложения ждали его повсюду. Так Добужинский стал гражданином мира. Он жил постоянно на несколько стран, поэтому это был тот человек, который шел прежде всего за искусством, для того, чтобы реализовать свой талант, который ему был дан Богом. Поэтому его иммигрантская история, такая насыщенная перемещением из одной страны в другую, обусловлена просто его жаждой и самореализацией. Особое место в творчестве живописца занимает тема городского пейзажа. В портретах городов запечатлены самые обыденные детали повседневности, а центральные объекты – ничем не примечательные, на первый взгляд, дворы и закоулки. Добужинский подробно изучал места, в которых бывал, подмечал архитектурные и эмоциональные особенности и восхищался ими. Прекрасный художник с прекрасным мироощущением, с замечательной рукой, с замечательным глазом, с невероятным подходом к натуре. Главное, что он такой, знаете, очень собранный человек. Чувствуется, что он собранный, детальный. Ему важны детали, ему важны какие-то уголки, которые никто не видит, кроме него. Для Дома русского зарубежья эта выставка стала особенной. В конце 90-х годов сын Мстислава Добужинского Ростислав, которому на тот момент было 95 лет, решил подарить собрание отца Третьяковской галереи и Русскому музею. По просьбе Ростислава Мстиславовича, директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин должен был посодействовать в передаче картин, но эти планы так и не осуществились. Работы были проданы на трех аукционах. К большому сожалению, один из его родственников, которому он поручил заниматься передачей, благополучно дождался смерти Мстислава Добужинского. Но по счастью, на аукционах большую часть коллекции купили коллекционеры из Москвы, и мы представляем часть этой коллекции здесь. Более сотни представленных живописных и графических работ из частного собрания коллекционера Алексея Геллера. Многие из них российская публика увидела впервые. Путешественник, странник, эмигрант Мстислав Добужинский все же вернулся на родину, чтобы через десятилетия мы смогли увидеть мир его глазами. Редактор субтитров А.Семкин